Всем привет, это Просто Ремонт, я Ксюша, и сегодня я буду показывать странные девайсы, которые есть у меня на кухне. Ну, скажем так, не очевидный, не чайник, гриль или СВЧ, а то, что, возможно, кого-то из вас удивит, а может даже многих из вас удивит. И начну я вот с такой штуки. На самом деле, штука для многих известная, она часто мелькает в каких-нибудь обзорах товаров с Алиэкспресса. В общем, я, как жертва рекламы, тоже купилась на нее. Это ультразвуковой очиститель всего чего угодно, но в частности овощей, фруктов, круп и так далее. На самом деле, купилась я на эту штуку из-за того, что хотелось попробовать ее в маленьком компактном варианте, потому что я все больше и больше вижу раковины с функцией очистки ультразвуком. Это либо какая-то отдельная специальная чаша, либо раковина с двумя чашами, где у нас просто чаша обычная и чаша вот с очищением ультразвуком, либо два в одном, когда у нас как бы просто раковины, и бац, на ней можно что-то включить, и она очищает там овощи и фрукты или что-либо еще ультразвуком. Но такие девайсы стоят достаточно дорого. Прежде чем вот так вот брать, пробовать, экспериментировать, я заказала девайс, в общем-то, за небольшие деньги. Сейчас им мою разные овощи, фрукты, яйца и так далее. Честно скажу, очень сложно проверить эффективность. Ну, по крайней мере, когда я вынимаю оттуда то, что хотела помыть, оно явно чище, и явно чище, чем если просто подержать в воде. Значит, как-то оно работает. Так что полноценную раковину с функцией очистки ультразвуком я обязательно себе закажу. Когда закажу, тогда вам тоже покажу, сделаем обязательно обзор. Но это будет не супер скоро, так что повод подписаться на наш канал, поставить лайк, написать комментарий, нажать на колокольчик, чтобы когда-нибудь дождаться этот самый обзор этой раковины с функцией очистки ультразвуком. Следующий девайс – это спирализатор. Ну, на самом деле, это блендер с насадкой-спирализатором, но есть и отдельные девайсы. Я просто не вижу смысла покупать отдельные девайсы, когда можно купить два в одном, особенно устройство, которым ты пользуешься. Я бы не сказала, что прям редко, но не сказала бы, что и суперчасто. То есть, в такой ситуации, чтобы мне нужно было срочно что-то очень много блендерить и что-то очень много превращать в спираль, нет. Если у вас такие ситуации бывают, то, конечно, лучше купить отдельные девайсы. У меня, короче, прибор два в одном. Я, на самом деле, была удивлена, что очень многие не знают о такой штуковине, ну, или, по крайней мере, как-то они не задумываются, поэтому решила вам ее показать, потому что, на самом деле, это супер-мега вещь. Сейчас покажу, что она делает и чем это удобно. Тут не очень удобно делать спирали из кабачка, потому что это обычный стол. Понятно, что в обычной жизни я готовлю вот там вот, и все это несколько удобнее, чем на камеру. Но, тем не менее, достаточно легко делается. В данном случае я из кабачка делаю кабачковую лапшу. Можно сделать лапшу из цукини, из морковки или всего из чего угодно. Вот такая вот красота получилась. Я его, может быть, не очень ровно спирализировала. Получилось, короче, спагетти из кабачка. Что делаю со спагеттями из кабачка? Просто обжариваю и ем. Как это не странно. Просто вот в таком спиральном виде это все намного лучше едят дети. То есть я часто делаю такие кудряшки из морковки. Они очень хорошо съедают. Мне очень нравится делать, повторюсь, да, из кабачка или из цукини. Я тоже делаю спиральки. Смешиваю их, кстати, со спиральками из огурцов. Получается прекрасный салат из цукини и огурцов. Короче, удобная штука, которая нравится детям, нравится мне. Хороший способ накормить детей, опять-таки, кабачком. Следующий девайс это вот такой вот контейнер для того, чтобы готовить в микроволновой печи. Это и емкость, где можно делать, там, не знаю, рис, кашу, что-то такое прочее. Но мне намного больше нравится его верхняя часть. В принципе, я скажу честно, я использую чаще верхнюю часть. Это вот такая вот форма, в которой можно делать яичницу, можно делать котлеты. И для котлет я ее использую очень часто. На самом деле, как это все делается полностью рецепт, я рассказывала в другом ролике на другом своем канале, лайфстайловом. Канал называется Ксюшины секреты, мы оставим ссылочку и на него в описании, и ссылочку на видео вот тут вот. Этот выпуск, в принципе, получается такой на грани. Он вроде бы не совсем про ремонт, но с другой стороны про ремонт, потому что все эти девайсы, они так или иначе хранятся на кухне. Для них нужно предусматривать место, а кухня это интерьер. И сейчас еще будет парочку девайсов, которые могут стоять на самом виду. Короче, честно скажу, мы с командой думали метались, куда бы снять этот ролик. На личный канал Ксюшины секреты, где я рассказываю о своих каких-то вот этих вот бытовых историях, о девайсах, о том, как я работаю и существую с тремя детьми. Там же есть и рецепт котлет в этой штуковине. Там же есть рецепт, где я рассказываю, опять-таки, про кабачки и про еще один девайс, это про гриль. Ну, в общем, на том канале много всего и про девайсы, про все на свете. Итак, следующий девайс, который уже намного больше влияет на интерьер, чайник. Ну, во-первых, он, в принципе, красивый и симпатичный, а во-вторых, у него есть офигенный функционал. Сейчас я вам покажу. То есть, вот чайник, мы наступаем туда. Чай. Завариваем. Ну, понятно, он какое-то время заваривается, но я думаю, вы знаете, что есть такая проблема, когда ты завариваешь чай, что он такой перезаваривается и становится суперкрепкий, или ты не рассчитал с количеством чая. В общем, с ним можно что сделать? Ты вот такой поднимаешь и ставишь, и все. И он у тебя той крепости, которой ты хочешь. Мне кажется, суперпростой и в то же самое время гениальное решение. Купила его в Кухлэнде. Пользуйтесь. У кого тоже возникает такая проблема, что у него вечно все что-то перезаварено. Ну, и выглядит он прикольно. На мой взгляд, он очень прямо такой симпатичный. В отличие от вот этих всех кофе-прессов, которые часто бывают какие-то там странненькие, уродские, короче, некрасивые. Плюс очень сложно зачастую из них бывает вымывать вот эти все чинки. Этот, в общем, он симпатичный. Берите на заметку. Дальше у нас неожиданно появляется пылесос. Я думаю, у многих из вас есть аккумуляторный пылесос типа Дайсона. Я тоже очень часто говорю, что такие пылесосы очень крутые в использовании и очень здорово их размещать на кухне или в прихожей. А еще лучше где-нибудь там, где у вас прихожая истыкуется с кухней. Что ты такой раз, сразу быстро достал его, он сразу всегда подключенный, пропылесосил. То место, где чаще всего у нас требуется пылесос. Как правило, это либо прихожая, потому что там песок, либо кухня, потому что там часто какие-то крошки. И хорошо бы, чтобы там помимо вот этой базовой станции зарядки тут же были все насадки, чтобы ты такой раз быстро перестегнул и залез в какое-нибудь труднодоступное место, куда засыпалась какая-нибудь просыпанная гречка. Но далеко не у всех на кухне есть возможность сделать прям такой шкаф для пылесоса. Не у всех по планировке прихожая расположена рядом с кухней. То есть очень часто у вас бывает кухня условно в одном конце квартиры, прихожая в другом конце квартиры. У вас этот пылесос в прихожей и идти в прихожую, брать этот пылесос, перестегивать насадку, возвращаться. Ну, бывает лень, не лень. Очень многие заводят все равно какую-нибудь там метелочку на кухне, потому что, блин, так быстрее, чем пользоваться этим пылесосом. В общем, короче, еще один вариант. Я не говорю, что это единственный возможный, но я знаю нескольких людей, которые им пользуются, мега довольные, которые его мне посоветовали. И теперь я советую его вам. Это вот такой вот пылесос, маленький, аккумуляторный. Вот так вот работает, раздвигается. Тут еще вот дополнительные всякие вот эти штуки все выдвигаются. Вот, возьмем печеньку. Жалко ее, конечно, ну ладно. Покрошим и в пылесосим. Как вы можете увидеть, кто-то когда-то просыпал пшено у меня на кухне. Да, как видите, у него тоже есть своя станция зарядки. В общем, если вам нужен компактный пылесос чисто для кухни, на мой взгляд, хороший вариант. Я, кстати, еще один вариант использования придумала. Допустим, у вас дом и вот этот вот пылесос вертикально-аккумуляторный у вас, допустим, на втором этаже. А на первом, на кухне, вот такой вот девайс. Расскажите в комментариях, какие у вас есть неочевидные девайсы или, может быть, очевидные, но очень удобные. То, что у вас прям мастхэв на кухне. Посудомойка, наверное. Про посудомойку, если что, тоже пишите. В общем, какие-то вот такие вещи, что к вам приходят гости и такие, типа, блин, вау, круто, мне тоже надо. Я об этом не додумался, не догадался и так далее и тому подобное. Мы возьмем на заметку, вдруг мне тоже надо. Ну, а мы с вами увидимся в следующих выпусках. Пока-пока. Пока-пока.